здравствуйте вы смотрите программу диалоги на руси была такая древняя забава на масленицу устраивались кулачные бои со временем эта традиция стала сбываться однако молодецкая удаль требует выхода и появляются новые формы об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии но вместе с нами сегодня михаил тютерев чемпион мира по кикбоксинку здравствуйте здравствуйте вот михаил вот появляется такая модная тема кулачных боев хотя бы в общих чертах рассказать о чем идет речь но образно это бокс как я это вижу это проводится поединке по правилам бокса но при этом спортсмена не одевать перчатки спортсмен это участник который выходит на поединке если их можно так называть ну вот примерно из нового ну вот смотрите я в начале программу сказал о том что вот раньше была традиция кулачный бой сейчас справедливости ради происходит кулачный бою но они больше такой я бы сказал показательно игровой форме одевает перчатки ну как-то для зрителей старается здесь же мы говорим о полном контакте получается да конечно конечно но здесь мы видим что люди борются за уважение какое-то за то чтобы показать себя большему количеству людей и соответственно денежный вопрос который стоит в главе угла михаил если честно говорить называть вещи своим языком то есть некоторые бьются ради хайпа некоторые бьются ради денег получается давайте 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 более языком да да новым языком если говорить именно так но здесь тоже существует я так полагаю определенное ограничение человек у которого есть подготовка он выходит и человек который ну раньше вообще не занимался спортивными какими-то искусствами это же он выходит вот расшифровать этот момент как здесь ну давайте мы начнем с того что почему это сначала сейчас стало так модно вот почему да я вижу эту тенденцию из-за того что сейчас стали не так проходить зрелищные поединке стандартных видов спорта да это прежде всего бокс тоже кип-боксинг но сейчас сама моя бы не буду затрагивать потому что он набирает большие обороты и он очень модный спорта сейчас вне конкуренции почему же переходит на боев был без перчаток да на голых кулаках потому что теряется качество боя теряется именно тренерской школа люди просто выходят и устраивают драку как я это вижу и соответственно чтобы привлечь большая аудиторию больше внимания людей нужно было вносить какие-то новшества понятно что на руси у нас до правильного говорили что выходили кулачные байсенко на стенку но это у нас уже сейчас забылось вот как говорится все новое это хорошо забытое старое вот сейчас пытаются поднимать вот эту волну эту моду развивают то есть за счет того что у людей нету качество боя они берут чем-то новым ну а соответственно голые кулаки это кровь это ссадины это сломанные носы конечно это будет привлекать чем-то но осмотреть они получается ли так что вся эта мода появилась как раз вот после двадцатого года когда перестали насуществляться соревнования кстати говоря соревнованиях чего уж там говорить вы сами вот знаете по себе вот как у вас соревнования складывалась в прошлом году уже весь год я без поединков да началось это у меня все с моей поездки на сборы которая началась в начале марта приехал я чехию и уже после первой же недели тренировок все закрылось все магазины все спортивные клубы меня посадили на карантин дома я образом три месяца сидел без выхода ну вот может быть именно в этот момент и появляется желание у спортсменов которых мы ни в коем случае не называем бывшим даже вот те кто остался без она без соревнований заняться таким вот видом пойдем может быть это причина это такой небольшой толчок я все говорю что я вижу эту тенденцию в другом то что перестала находиться зрелищность всех видов спорта до которые были изначально зовут в советском союзе все очень любили досмотреть любительский бокс вы сейчас придите на любой любительский турнир по боксу и вы не найдете там народа аудитория которым еще смотрела но максимум родные родственники там друзья которые приходят поддержать своих товарищей то есть получается народ требует зрелищ это как бы все понятно но те кто участвует ради этих этих зрелищ что они получают взамен огромные баснословные деньги бешеную популярность или просто сломанные лица но наверное все таки в итоге останутся со сломанными лицами как я это вижу пока это все модно конечно они сейчас назовем так на гребне волны да они на слуху они популярны но это все очень сократично я считаю ну давай так вот как ты считаешь есть будущее вот вот такой формы проявления потому что если мы говорим за профессиональный спорт то там понятно там весь спортивные вещи здесь я думаю что нет просто возможно кто-то придумает еще пойдет дальше да и скажет вот вам ножи и палки за выходите на ринг с ножами и палками по это переплюнет даже надо включать здравомыслие некая она значит она но с другой стороны тебе придает уверенность вот ты например чемпион мира по кикбоксингу и участвуя в допустим в кулачных боях конечно здесь шансы это разве не дает какое-то искушение заняться этим или там все примерно так же то есть те кто занимается тоже спортсмены у всех за плечами богатый спортивный опыт но я не могу сказать за каждого мне кажется конечно там есть люди со спортивным прошлом мне кажется есть люди которые просто решили испытать свою удаль а самому хотелось бы принять участие честно как давай немножко поговорим о себе как ты стала чемпионом мира по кикбоксингу и ты пришел именно сразу в этот спорт и в нем развивался либо этому что-то предшествовало потому что это же тоже связано да это кулачный бой по сути хотя он с правилами ну вообще моя профессия на профессия моя вот эта дорожка по спортивному пути началась с детства когда мы все хотели быть но я лично я хотел быть очень сильным и вот вот это желание добыть чем-то лучше других она мне привела в зал и впоследствии мне это стало очень нравится развивать я уделял этом все больше больше времени и переросло в профессию дальше бои а вот боях да мы сказали что двадцатый год был переломным и фактически год без поединоков до этого то соревнования приходили в самаре в том числе или это в основном европа начало про карьера до много было поединков в самаре но сейчас нам за границей ну я скажу что кикбоксинг сейчас на спаде на спаде это популярно исходя из этого можно сказать что вообще вот боевое искусство вот может быть и поэтому и появляется вот такие поединки немножко на спаде вы вот за счет этой зрелищности смещаются акценты либо это просто временный этап но я все-таки думаю что на спаде эти виды спорта ортодоксальные на бокс и боксинг из того что сейчас очень мало тренерской квалифицированной руки присутствует в подготовке спортсменов не знаю чем это связано может это правда период такой временной возможно все изменится потому что но я помню да вы же вспомните посмотрите да старые но относительно старые там профессиональные бои по боксу как выступали да это со времен майка тайсона мухаммеда али это же невозможно оторвать глаз от этого сейчас к сожалению когда включаешь но профессиональный бокс но не так это не завораживает не так интересно аудитория это лишь ну и так вот тест из той когорта да которые полюбили этот этот вид спорта изначально вот они уже не могут до отойти от этого направления своей жизни но если говорить о тренерской работе не было самому желание заняться этой деятельностью есть уже опыт что передать молодым или рано еще но я постараюсь передавать опыт я не занимаюсь этим профессионально но пытаюсь подсказать свой взгляд на эти вещи все возможно но своих бы учеников наверное вряд бы отправил на кулачные бои нет нет она начнет в общем мы сейчас вот нашу первую часть общения подытожим существует тему кулачных боев она набирает популярность вот кто-то рискует и идет туда за зарабатыванием денег кто-то там ради хайпа но результат в принципе может быть вообще непредсказуемым у всех вообще заработать там можно фильмы показывают врач в европе таки пошел сделал один бой и сразу стал миллионером заработать могут но наверное это единицы это люди харизматичные и которые за счет своих харизм которые помимо своей харизмы еще буду показывать но все-таки какую-то технику да и будут побеждать людей но это пример образом конор макгрегор разве все да то есть он был очень харизматичным но в то же время он поддерживал все свои слова и действия работы в ринге да но особенно в начале карьеры то да но это единицы единицы остальное уже 99 процентов и девять десятых это люди с поломанным здоровьем как я это вижу а вообще вот то что мы вот и затронули тренерскую работу вот для того чтобы принимать участие нужно какая-то особая подготовка если мы сейчас говорим про эти бы как-то по-другому тренировать да ну однозначно конечно конечно но если мы говорим о том что работать по правилам бокса да люди выходят в перчатках у них как правило любительском боксе шлема на голове да соответственно и работу нужно выстраивать так чтобы ты работал на мешках перчатках то есть а это уже как ни крути утяжеление это больше объем руки да это ты будешь можешь поставить блок и тебе но сопернику будет тяжело пройти дальше через вот объем этих перчаток а на голых кулаках но руки это же уже не такой и такие они большие да проще про проще проще пробить собираю куда соответственно у тебя нету таких возможностей защититься это опять же это сечки очень много сечек потому что все таки поролон да он сглаживает сглаживает удары которые находятся перчатках но ты рассуждаешь профессионально да это чувствуется это и понятно но вот есть такая тема в начале стали говорить современным языком ради хайпа и все остальное есть такая тема блогеры дерутся между собой вот стравлют какие-то устраивают бои ну что-то типа вот кулачных боев вот как ты прокомментируешь это реально вот такой красивый качественный бой сечками с пробиванием блока все остальное но то что блогеры дерутся да но последний нас бои были до миша как для дальше уж не помню дадаться тоже можно наверно блогерам почистить я к этому отношусь как цирку сразу говорю то есть ну наверное это интересно людям но обывателям дает наверно будет звучать немножко них неправильно но для меня это неинтересно и не то что не интересно это мне небольшое отвращение вызывает потому что люди которые потратили этому виду спорта огромное количество времени да то есть они относятся к этому серьезно и тут выходят какие-то клоуны в кавычках устраивают непонятно что где нету зрелища они они не умеют бить они имеют защищаться но просто людям это интересно за счет того что у них по миллиону подписчиков инстаграмах или в контактах поэтому я к этому отношусь негативно то есть больше такая как бы показушная тема ну конечно ну конечно конечно а вообще вот в самаре какая ситуация вот сейчас со спортом с единоборствами вот да вот было затишье там есть какие-то перспективы что будет соревнование будет как тем подавать наш сейчас очень много клубов открылась на клубов по единоборствам ночь меня много товарищей до занимать тренерской деятельностью но я опять же хочу сказать что очень много так называемых тренеров стали тренировать после того как сами занимались у кого-то образа полгода год и идут уже держат на лапах людей и думаю что они они дают передают им искусство боевое на самом деле они не то чтобы передают они делают своих учеников все хуже то есть если ты показываешь неправильно да то или иное движение тот или иной удар тот или иной защитные действия так она же не откладывается откладывается в подкорке на мышечной памяти его потом в дальнейшем на правильное действие очень сложно переучивать поэтому есть достойные тренера да у меня опять же повторюсь много товарищей занимаются тренерской деятельностью но в основном но хотелось бы сказать людям которые захотят пойти заниматься либо дать своих детей ну прямо проанализируйте очень тщательно кому вы отдаете ребенка что это за человек если у него образование педагогическое может быть имеет значение еще как 9 над рассуждание образования его звание то что он там чемпион во многих там побеждал это я не думаю все таки тренером надо родиться я так считаю а ты помнишь своего тревога первого тренера конечно это тоже вот был фикбоксинг сразу не ну вообще моя спортивная жизнь она началась еще но не так рано пятом классе я начал заниматься джудо мне кажется наш такой прославленный тренер иванов александр иванович локомотивен тренирует а в меры боевых искусственно-ударного плана я пришел довольно поздно в 19 лет я первый раз пришел в зал единоборств вот говоря и про боевое искусство и про эту ударную технику мы вспомнили майка тассана и макгрегора для тебя вот сейчас какие-то открывается новые имена вот как кого на кого интересно смотреть за чьими боями хочется наблюдать честно нет то есть это вот именно вот эта старая школа старая когорта она все-таки в приоритете я но я не вижу просто я не вижу кого поставить в приоритет а вот для спортсмена да профессиональный спорт спортсмен любительский спорт участие в олимпиаде вот в таких я не знаю таких масштабных соревнованиях в твоей жизни был вот такой вот спортивные масштабные события ну вот олимпийская какой-нибудь на кифбоксинг не олимпийский спорт отсюда отсюда я вот я тоже вот не случайно задаете вопросы потому что да вот мы там перечисляем то есть вот эти вот боевые искусства когда остаешься по сути там без поединов поддерживаешь форму как именно в этом ключе либо находишь какие-то другие вот для себя я не знаю но новые виды спорта как-то переключаешься или все время делишься в этом векторе интересно ли тебе развиваться спортивном плане кто-то развивается так оставляет перчатки и начинает драться на голых кулаках кто-то начинает открывать для себя то есть как-то борцовскую кто-то ударную технику но это в одном ключе у тебя что ты вот в таком есть спортивному но когда нету поединков касаемо в моем направлении но пытаешься как-то развиваться да но и в этом направлении что-то новое искать где-то сам анализируешь где-то находишь людей которые помогают тебе но если немножко в сторону мне сейчас очень нравится джиу-джитсу тоже модное явление до повозиться немножко в партере перейти на болячку либо задушить кого-нибудь но это интересно дать ну все-таки давайте вернемся к нашей теме вот все о том чем мы говорим есть профессиональный спорт любительский спорт но в любом случае в этих видах спорта есть будущее есть медицина да то есть есть кулачные бои то есть мы не говорим что плохо мы не говорим что хорошо но есть возможность у человека самосознанности если он принимает решение участвовать в этих кулачных боях к чему нужно быть готовым если ты все-таки решился если все-таки ты принял решение идти давайте так что но буду обращаться к тому что кто хочет этим заниматься вы навряд ли заработаете денег потому что ну я слышал что не очень большие гонорары платят за это вы навряд ли наберете большую популярность возможного конечно по по первой вам будут прибавляться по несколько тысяч людей ваших подписчиков да но когда пройдет вот это вот популярность популярность этого вида единоборств давайте вот так назовем вообще но она все пройдет и я в этом уверен сто процентов все вы останетесь с переломными носами с переломными ребрами если вы хотите развиваться по спорту но идите в те направления которые которые вот априори но ортодоксальные но тот же бокс ну или хотя бы в олимпийский вид спорта да они всегда будут поддерживаться государством они будут всегда проводиться соревнования я напоминаю что вы смотрите программу диалоги сегодня у нас гостях чемпион мира по кикбоксингу михаил тютерев мы общаемся о том что действительно становится модная тема кулачных боев однако есть моменты о которых стоит поговорить заранее это моменты и личной безопасности и личного здоровья которые могут в той или иной степени пострадать если вы все-таки решитесь но если вдруг все-таки решитесь то нужно быть готовым ко всему почему это хочется делать потому что вот человек насмотрелся этих кулачных боев и у него там я не знаю руки зачесались и он принимает участие и что называется нерадостный момент случится взрослый человек может прийти в единоборство вот выплеснуть свой пар не просто по груши постучать а в спарринге поучаствовать чтобы сразу понял где он либо это нужно определенный путь до спарринга ну если уж такое огромное желание что ты вас чешутся кулак ну вот да вот кулачный бой чешутся кулаке называется так он идет но полностью отдаете себя отчет до что вас может ожидать не исключая опять же что и летальный исход исход я сам сколько раз выходил на ринг и у меня возникали такие мысль а что если то есть и шутки еще говоришь по сути ну к этому надо быть готовым в принципе ну моя философия жизненная то что наша жизнь вряд ли нам принадлежит она может принадлежать дяде вася который плохо себя чувствует и едет за рулем со скоростью только мидра и случайно вернет рулем и вас нету или сосульки висящие поэтому но это как подготовиться к этому да с одной стороны а есть обратная сторона да вот я хочу заняться единоборствами но к примеру да вот если даже брать на моем примере но мне не хочется чтобы как бы лицо попортили мне в кадр да на следующий день идти могу ли я вот эти техники набрать их получить но как бы не страдая сильно или обязательно вот мне нужно там спарринговаться и мочить ну можно живу разный вид ну да я дуне ли вот на на гол в кулаках вряд ли вы сохраните свое лицо естественно но если мы говорим вот да вот я посмотрел кулач на бои здорово но я не хочу чтобы не разбили лицо но в то же время я хочу почувствовать себя по-настоящему вот таком брыжоком уже плода и вот так то есть мне обязательно надо чтобы вот мне разве что у нас есть в этом плане давать куда куда это полный нет баке на воду в мяче нет не беру куда это полноценный боевой вид спорта то есть но они просто выходят в них такие маски и и зорка стекла как но такой пластик то есть контакт но тебе лицо не по барада это либо наш искон такой русский спорту армейский рукопашный рукопашный бой там тоже маскин там сетка на лице что у нас еще есть кратый как у шинкай там не бьют руками в лицо но правда бьют ногами если бойся до пропустить то можно туда идти ну или просто элементарная борьба в общем если хочется выразить твой свой такой вот я не знаю спортивный потенциал идите служить в армию ну те кто уже то есть из этого срока вышел то есть вот пытаются найти какие-то в этом плане конечно никогда не поздно начать заниматься спортом и уж тем более если вы хотите заниматься боевинами за видом спорта то не надо думать что мне столько лет сюда уже мой поезд ушел ну нет опасность то что вот вместо мы я не знаю там сломают нос там побьют меня я хочу заниматься но в тоже на это опять же сюда искать хорошего тренера конечно если вы придете в дилетант он вас в первый день поставить в пары с какими человеком который возможно занимается больше вас и вы идете с фингалом под глазом но если вы придете хорошему тренеру он увидит он даст вам базу он выдаст вам основу и вряд ли вы будете заниматься даже в первый год в паре с кем понимаете а что эффективнее заниматься в группе или вот индивидуальные занятия но если хотите прям быстро вот поднять свой уровень то нужно совмещать ну сначала но индивидуальный тренеров конечно они полноценнее но когда все все сто процентов времени тренер уделяет лично вам конечно это эффективнее эффективно прежде чем мне прийти заниматься в ту или иную группу должна сопутствовать какая-то физуха я имею до физподготовка то есть я должен подготовиться либо я там уже непосредственно могу ее набрать то есть я вот с улицы человек до никогда не занимался вот он насмотрелся я не знаю там нашу программу либо увидел в интернете а я хочу а физухи нет нет не надо откладывать время и себе давать там лишний разгон что нужно подготовить сначала физуху сразу идите пока у вас есть это желание потом уже постепенно вы сами наработать в общем если все подытожить то у каждого человека есть выбор хочет он биться на голых кулаках пожалуйста но он должен быть готов к тому что может быть нанесен урод здоровью а если он хочет заняться спортом то даже несмотря на возраст тоже может это сделать конечно конечно каждый свой путь несколько рекомендаций для настоящих мужчин сейчас довольно мягкое время это что несколько сотен лет назад да когда наши прадеды деды воевали скакали на лошадях да и в априори должны быть сильными сейчас живем с вам такой в лайтовое время но я считаю что каждый мужчина все-таки должен уметь постоять за себя и в случае чего защитить свою семью поэтому если у вас все-таки возникает такое желание стать лучше стать сильнее не откладывайте это на потом и старайтесь старайтесь развиваться в этом направлении благо сейчас у нас очень много залов но просто анализируйте куда вы пойдете и какой у какой тренер у вас в итоге будет спасибо большое напоминаю что вместе с нами сегодня был чемпион мира по кейкбоксику михаил тютерев это была программа диалоги берегите себя и своих близких увидимся через неделю всего доброго до свидания